Друзья, всем привет! Кто подписан на инстаграм нашего канала знает, что совсем недавно я сделал публикацию, в которой написал Хочу заезд! Пришла весна, хочется погоняться и вот пришло это время У нас сегодня два автомобиля, в левом углу у нас новая Mazda 6, условно новая И Toyota Camry двухлитровая, двухлитровая Обо всем по порядку, сейчас все расскажем В общем, в этом видеоролике мы посмотрим, кто из этих двух автомобилей поедет быстрее, динамичнее и интереснее Друзья, когда речь заходит о рекламе, определенные проценты из вас пишут Ты нам что-то впариваешь, разводишь нас, нам рассказываешь Нет, я вам рассказываю информацию, которая может пригодиться вам И вот сегодня такой информацией будет сайт osago.guru Который работает по всей стране и через который вы можете, не выходя из дома С мобильного устройства, с телефона, с компьютера, с планшета Сделать обязательное страхование на ваш автомобиль Как это работает? Все, что вам нужно, это перейти по ссылке в описании Заполнить простейшую анкету, где вы прикладываете все необходимые документы Путем сфотографирования их на ваш же телефон Далее вы отправляете эту заявку С вами связывается менеджер, рассказывает вам все условия, все цены Ценники будут разные, потому что люди отправляют вашу заявку в разные страховые компании После чего вы выбираете наиболее привлекательные условия для себя Страхование можно сделать абсолютно на любой вид транспорта Если вам нужна техническая карта осмотра, вы также можете заказать ее через этот сервис Важно, что сервис работает по всей стране Если вдруг вы из региона приехали в Москву и покупаете новый автомобиль Еще сидя за столом в автосалоне, вы можете сделать себе обязательное страхование Оплата принимается любым возможным способом Вы можете оплатить как через банковскую карту, так и через терминал Если вдруг вы юридическое лицо и у вас очень много автомобилей Вам могут выставить счет и заключить с вами договор Я уверен, что никто из вас не будет спорить с тем, что каждому из нас сегодня нужен полис ОСАГО Поэтому ссылка ждет вас в описании Переходите, знакомьтесь И уверен, что со временем вы сами будете их рекомендовать своим друзьям Переходим к делу В правом углу у нас Toyota Camry 2016 года Двухлитровая Давайте откроем капот и я вас кратенько познакомлю, что скрывается под ним А встречает-то нас здесь двигатель 2 литра на 150 сил Сразу говорим, что 150 сил это сделано для России под наш транспортный налог Что представляет из себя этот двигатель? Да ничего особенного он у себя не представляет Как называют все владельцы Toyota Camry То, что это двухлитровый двигатель, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Во главе всего здесь стоит экономия топлива Поэтому многие жалуются, что вяленький Нажимаешь на газ, коробочка тупит Плохо разгоняется, плохо едет Как минимум все хотят 2,5 Те, кто хотят погоняться и хотят, так сказать, пушку от Toyota Берут себе 3,5 двигатель Ход Porsche у нас здесь 86 мм Диаметр цилиндра тоже 86 мм Степень сжатия 12,7 Соответствует стандарту Евро-5 Никаких турбин нету Точно такой же двигатель вы можете встретить на Lexus ES200 Крутящий момент здесь 199 Готов питаться двигатель Начиная с 92-го бензина Его непосредственно кормят 95-м Вес автомобиля по документам и заявленный вот в интернете, если почитать Тонна 530 килограмм Разгон максимальный при всех этих названных характеристиках Заявленный до первой сотни 10,4 секунды Колеса у нас, обратите внимание Покажи, пожалуйста, колеса Стоят небольшие У нас идут 16-е Резина у нас получается 215 на 60 Самые большие колеса для Camry идут на 17-х дисках Самое главное, я вам назвал вес Назвал вам объем двигателя То, что он работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач То, что он питается непосредственно 95-м бензином Вес водителя Примерно этого автомобиля будет, ну, килограмм 75-80 То есть с ним машина получится 1 тонну 615 килограмм Вот плюс-минус Собственно, все Вот это основное, что мы должны с вами знать 160 мм клиренс Подвеска сейчас роли не играет Разгоняться мы будем в пределах разумного Никаких сверхгонок там свыше 200 мы не будем делать Тем не менее, максимальная скорость, которую может набрать автомобиль 210 км в час Сборка у автомобиля российской Собрана он в Питере Вот последние капоты, которые, я надеюсь, доживают на этих Camry Потому что на новый, по идее, он уже доработан и не будет так громко хлопать Вот даже сейчас, стоя здесь, когда я говорю, слышно прям такое эхо И как вы помните Camry отправляется занимать исходную позицию Мы ее провожаем, а сами переходим к нашей Мазочке Почему нашей Мазочке? Ну, потому что мой автомобиль, естественно, я хочу в этой гоночке, скажем так, дружеской победить Давайте откроем капот и посмотрим, что нас встретит здесь Открывая капот, нас здесь встречает также двухлитровый двигатель Skyactiv Вот давайте немножко остановимся Многие говорят, Skyactiv, Skyactiv, что это такое? Если запрыгнуть в интернет, где мы собираем большую часть информации Вы увидите технологичный прорыв, надежный Простыми словами, да, он действительно стал более технологичным У него стал меньше расход топлива Он стал более динамичным, как двигатель У него стал меньше выброса вредных веществ через захлопные газы Все, это вот если кратенько Skyactiv уже многие откатали на них больше 200 тысяч километров Повальных жалоб на этот двигатель нету Точно так же 150 сил, которые задушены также под Россию По миру ездит автомобиль 165 сил Работает он в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Вес автомобиля, вот если вы посмотрите в интернете Пишут тонна 370 килограмм По документам у меня написано тонна 450 килограмм Таким образом, разница между Camry, вот базовая стоит Вот моя машина, его машина 80 килограмм Но здесь очень важно Я весом примерно 80 килограмм Таким образом, когда я сажусь в свою машину Ну, уже наравне с ней Садится там водитель, садится ко мне оператор То есть, наша машина будет чуть-чуть легче Ну, примерно на 20 килограмм То есть, в целом, все будет одинаково Опять же, нужно сравнивать Сколько у него бензина, сколько у меня бензина Это уже детали Плюс-минус, у нас все получается честно и ровно Степень сжатия у нашего двигателя 14,1 Диаметр цилиндра 83,5 Ход поршня здесь от 91,2 миллиметра Непосредственно наш двигатель готов питаться от 95-го бензина Я его с момента покупки заправляю только 98-м На одной и той же заправке Много мне писало людей о том, что он может взорваться на 98-м На этом мы останавливаться не будем Работают в паре с шестиступенчатой коробкой передач Заявленный разгон до первой сотни у этого автомобиля 10,5 секунды Что, соответственно, чуть меньше, чем у той же Camry Двухлитровой И подчеркну, та Camry Весит на 80 килограмм больше нашей Mazda Все вы прекрасно знаете, что Mazda, как автомобиль Больше настроен на драйверскую езду То есть, она лучше стоит на дороге Лучше управляется Она жестче Camry, в свою очередь, больше настроена на вальяжную езду На то, чтобы перевозить человека Кататься самому с комфортом Она хуже стоит на дороге Тем не менее, если выйти на трассу Очень часто встречаю, когда и на камеру разгоняются больше 200 км в час Кто-то скажет, нарушают Тем не менее, отмечаю это как факт Обратите внимание на колеса У меня идут 19 диски Резина стоит 225 на 45 В общем, вот такая картина у нас получается Два автомобиля на двухлитровых двигателях Работают они в паре с шестиступенчатыми коробками передач Мой автомобиль изначально на 80 килограмм легче, чем Camry У Camry поменьше колесики У него стоит 16-е У меня 19-е Мой автомобиль заправляется 98-м бензином Его автомобиль в 95-м В общем, я считаю то, что мы с бойцами, скажем так, познакомили Вы примерно представляете, кто и что из себя значит Давайте отправимся напрямую И посмотрим, что же они покажут на деле Поехали Наконец-то мы на месте Вот такой участок мы выбрали для нашего тестового заезда Смотрите, все на самом деле с точки безопасности Продумано, сделано грамотно Обращаю ваше внимание, камера на 70 Вот она висит на столбе Мы его проезжаем Соответственно, поток здесь периодически То есть машина, то нету Мы его выжидаем Когда никого нету Мы встаем, сразу три сигнала и стартуем Мы будем делать три заезда Первое Мы сразу отключаем курсовую устойчивость И, как говорится, газ в пол Это раз Второй момент Попробуем включить Я, например, включу спортивный режим Человек на Camry попробует на ручном управлении разогнаться Это второй момент И третий Мы попробуем ходом Там, допустим, километров 40-50 Также разгонимся Разгоняться будем в пределах разумного Примерно там стой Может, чуть больше 150 Но не так, что за 200 В общем, без нарушений правил Максимум, что может прилететь пятихаточка Это для тех, кто переживает Больше здесь говорить нечего Присаживаемся в автомобиле Я вам их представил Объяснил, что там Чуть-чуть где-то Mazda выигрывает Где-то выигрывает немного Camry Поэтому давайте посмотрим Что из этого получится На самом деле Даже немного начал нервничать Думаю, блин, а как бы вот Не просрать-то Потому что У Camry, в принципе Хорошие шансы Небольшие колеса Динамика разгона заявленная Тоже неплохая Все, стой, стой Раз Два Три Показываю в зеркало На самом деле Странно Но либо он Чуть-чуть не успел Либо очень хорошо уходит Сейчас мы едем Сто тридцать пять Он отстает То есть он уже не догоняет Сто пятьдесят Примерно на том же Самом расстоянии Ну вот мы уходим Раз Два Три А что так странно Интересно Она прямо уходит У нас машина То есть вот мы сейчас Едем сто двадцать Сто тридцать Сто сорок Ну уже больше В общем он примерно Сейчас так же отстает Шестидесяти идем Девяносто Вот сейчас уже интересно Вот сейчас уже хорошо Сто десять Потихонечку начинаю уходить Сто тридцать Вот сейчас сто сорок Держится Сто пятьдесят Держится И самое главное Держится прямо на одном На том и том же месте Ну все Дальше камера уже Значит сейчас мы попробуем Еще в ручном режиме Он переходит в ручной режим Я включу просто режим спорт И посмотрим что из этого получится Раз Два Три Вот в режиме спорта Все время плохо то Что кто-то наверняка скажет Водитель там что-то не докрутил Хотя на самом деле Водитель у нас опытный Стаж вождения у него большой Но вот ходом Точнее с ноля Мы очень хорошо уходим Вот мы сто шестьдесят идем Покажи сзади где он Вот я не сбрасываю Он по идее тоже То есть Неплохой результат Очень неплохой Так выходим еще раз ходом Давай сорока Сорок у тебя Раз Два Три Вот он держится Примерно до 160 Дальше все равно мы потихонечку начинаем уходить Раз Два Три Ну неплохо уходит Очень неплохо Обратите внимание Потому что я вообще прям впереди И значительно Не сбрасываю Ногу с газа Но идем мы очень хорошо Ну все Дальше уже опасно Ну что друзья Пришло время делать виды Ах ты Хучка моя не подвела Честно говоря Я не ожидал Когда мы ехали Я думал Блин Паспортные данные В принципе Плюс-минус одинаковые Я почему-то думал То что у нас разгон будет От нос к носу Возможно Я где-то начну Потихонечку обгонять Возможно Даже он там После 100 Начнет уходить вперед Потому что вот так Три-четыре раза Мы сделали заезд Водитель Тойота тоже На самом деле Сильно удивился Ну и в начале видеоролика Я сказал что Два литра Это конечно для Тойота Очень слабенько Вот для Мазды 6 Два литра Очень хорошо Но на самом деле В пределах разумного Машинка едет И вот SkyActiv Хваленый Ну вы сами Увидели его в действии Поэтому Сам он планирует Машину продавать Не для рекламы Друзья Этим летом Машина будет выставлена На продажу 16-й год 60 тысяч пробег Комплектация 2 литра Если я не ошибаюсь Стандарт плюс Хотите купить Пожалуйста Пишите Подчеркиваю Не для рекламы Надо Не вопрос Сведем с владельцем Ну а если вы хотите Принять участие В состязании У вас есть тоже Там 2 литра Друзья Все должно быть честно Не так что вы напишите Скажете Давай У меня 2,5 Турбина Там либо 3 Ну не честно Все должно быть честно Стоковый автомобиль Абсолютно У меня 110 тысяч пробег уже В общем вот такой Получился этот видеоролик Два автомобиля Сразились Все сделали Как я считаю честно Вы можете высказать Ваше мнение В комментариях Написать Где мы что не так сделали Что владельцу Нужно было крутить больше Либо наливать меньше бензина Еще что-то В общем комментарии открыты Высказывайте полностью Ваше мнение Обязательно Подписывайтесь На инстаграм канала Потому что там Всегда выходит Все самое свежее Даже сейчас Люди голосуют Не знают еще результатов Потому что сегодня Пятница Четвертое число И все в предвкушении Думают Кто же выиграет Но в большинстве своем Конечно все ставки Ставят на Мазду 6 Уже в ближайшем Видеоролике Мы сделаем полноценный Обзор на новую Тойоту Камри Наконец-то мы ее найдем Поймаем Схватим И сделаем на нее От и до Покажем все плюсы И все минусы Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Дизлайки У меня на этом все Всем до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok